Меня зовут Рик Леннер. Пришло время заправиться. Сегодня 25 июня, и сегодня будет очень интересная тема из моей книги «Драгоценные истины» из греческого языка. Что вы сделали бы, укусив вас ядовитая змея? Большинство людей ненавидят змей. Но что бы вы сделали, укусив вас ядовитая змея? Как бы вы поступили, если бы вас укусила ядовитая змея? В книге «Деяния» 27 главе мы читаем о том, что апостол Павел плыл на корабле. И этот корабль потерпел кораблекрушение. Обязательно прочтите эту историю. Кораблекрушение было таким, что весь корабль разлетелся на щепки. Люди выплыли на берег. Когда Павел добрался до берега, он узнал, что они оказались на острове, населенном язычниками. Ему пришлось нелегко. Его корабль затонул. А теперь он попал на остров, населенный язычниками. Но это не все. Начался дождь. В Библии написано, что начался дождь. Было холодно, и Павел присоединился к другим потерпевшим. И они начали собирать хворост, чтобы разжечь костер. В книге Деяний, 28 главе, 3 стихе мы читаем. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его». Итак, Павел, не теряя надежды, присоединяется к остальным и собирает дрова. «Подходит с полной вязанкой хвороста и даже не подозревает, что в хворости затаилась змея». Когда он наклонился, чтобы высыпать хворост в костер, обожженная огнем змея, прыгнула и, укусив его, повисла на его руке. Ехидна — это гадюка. Очень ядовитая змея. И здесь написано, что она повисла на его руке. Это значит, что два передних зуба этой змеи вошли так глубоко в его руку, что застряли в ней. Сама змея не могла освободиться. Она в буквальном смысле висела на руке Павла. И это была настолько опасная змея, что все сбежались посмотреть, как умрет Павел. В Библии написано, что язычники с острова собрались вокруг него, чтобы посмотреть, как он будет умирать. Что же делать, если вас укусила змея? Корабли крушения. Холод. А теперь змея. Не очень удачный день. Он знает, что у него есть важное дело. Ему нужно добраться до Рима. Это не может быть концом его жизни. Его работа не завершена. Ему нужно продолжать служение. Так что же делать, если вас укусила змея? Просто стряхните ее. И как мы видим в Библии, именно так он и поступил. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Стряхнул, значит, сильно тряхнул рукой. Эта гадюка так крепко засела зубами в его руке, что он бы не смог сбросить ее легким движением руки. Ему нужно было сильно трясти, трясти, трясти до тех пор, пока эта змея не отлетела в сторону. Он просто сбросил ее. И в Библии написано, что он не потерпел никакого вреда. А что, если бы он заплакал? «О, Боже, меня укусила змея, она ядовитая! Ее укус смертелен! Мне пришел конец!» Тогда это точно стало бы его концом. Но Павел верил и знал, что ядовитая змея не остановит его. Поэтому он просто стряхнул ее в огонь и продолжил делать то, что делал. И если вас ужалила жизнь, или вас ужалил друг, причинив вам боль своим предательством, в жизни жалят не только змеи. И порой, когда вас жалят, зубы заходят так глубоко, что если вы просто пошевелите рукой, полагая, что так сможете освободиться, вы не освободитесь. Приложите всю свою веру и стряхните эту змею, чтобы она улетела подальше из вашей жизни. И вы будете жить дальше. И завершите то, к чему вас призвал Бог. Если вас, мой друг, укусила змея, стряхните ее. Субтитры создавал DimaTorzok